Сегодня у нас прошло первое совещание Совета по развитию лесного комплекса Вологодской области. Этот совет был сформирован по поручению губернатора Вологодской области. И сегодня на первом заседании мы рассматривали один из ключевых вопросов. Это вопрос подписания хартии в сфере оборота древесины. Что такое хартия? Хартия это добровольное соглашение бизнеса и власти. О том, что бизнес обязуется вести прозрачную деятельность и прозрачную отчетность в случае рассмотрения необходимых вопросов в части уплаты налогов, в части выплаты заработной платы, в части своих отношений с другими игроками лесозаготовительного и лесоперерабатывающего рынка. Эта инициатива возникла, не буду скрывать, в другом регионе, но мы внимательно рассмотрели и реализуя последовательные поручения Олега Александровича Кувшинникова на как раз достижение справедливых отношений между бизнесом и властью в лесной сфере, приняли решение предложить нашим ведущим лесозаготовителям и лесопереработчикам подписать такое соглашение. Нужно сказать, что сегодня 8 первых самых крупных компаний посчитали для себя выгодным подписание такой хартии. То есть эта хартия, это в первую очередь прозрачность, это открытость предприятий и даже, наверное, диалога между предприятием и властью для того, чтобы создавать в конечном итоге для обеих сторон взаимокомфортные, взаимовыгодные условия сотрудничества. Нужно сказать, что по итогам первого полугодия 2018 года порядка на 30-40% выросла выручка от реализованной древесины и от реализованной лесопродукции. В свою очередь на 30% примерно вырос объем выплаченных налогов также за первое полугодие от деятельности в лесной сфере. Поэтому у нас есть предприятия, которые добросовестно выплачивают налоги, платят своим сотрудникам приличную заработную плату свыше уже 33-34 тысяч средняя по сфере. Но есть предприятия, которые платят мизерную заработную плату и на каждый заготовленный куб, мы проводили сравнение, производят очень незначительные налоговые отчисления. Мы считаем необходимым эту работу сделать понятной, внятной, прозрачной и, повторюсь, справедливой. И те первые 8 предприятий, которые откликнулись, они говорят о своей репутации, о своей открытости, о своей добропорядочности. С ними мы будем выстраивать самые комфортные, самые тесные отношения. Ко всем остальным, наверное, мы с большим вниманием и с большей тщательностью и принципиальностью будем относиться при проведении надзорно-проверочных мероприятий.